Жилищное агентство Колпина завалено обращениями граждан. Тема одна – двойные квитанции. Одна запугивает, и вторая запугивает, что мы будем должниками. А мы, если мы платили всё время в эту организацию, нас обслуживали, мы так и решили, что будем платить. Новые управляющие компании приступили к работе в октябре. Соответственно, и счета стали выставлять на розовых бланках. Но ГЦКС не сдаётся. Мало того, что пытается собирать деньги со своих бывших клиентов, ещё и держит в заложниках документы на дома. Отсюда неточности в показаниях счётчиков, которые обнаружили несколько жильцов. Бывшие сотрудники ГЦКС, которые считают себя ФЦ ГЦКС, продолжают свою деятельность, разносят двойные квитанции, пытаются ввести в заблуждение граждан, расклеивают объявления. Кому платить, разобрались не все жители. И те, кто перепутал, сами стали должниками. Несколько пенсионеров даже лишились социальных компенсаций. Теперь у сотрудников ГУЖа новая головная боль. Как вернуть людям отданные в никуда деньги и положенные льготы. Жители приходят в новую компанию и говорят, что да, вот мы платили ФЦ ГЦКС квитанции, к сожалению, там по каким-то причинам не платили. Евродом, жилой квартал, даёт им справку, несмотря ни на что, что у них нет задолженности. И второе, что они должны сделать, они должны просто подписать доверенность на то, чтобы управляющая компания вместо них взыскала их деньги с ФЦ ГЦКС. В жилищном агентстве подчеркивают, действия финансового центра ГЦКС квалифицируются как мошенничество. Делом занимается прокуратура. И сейчас Колпинцев просят внимательно читать не только цифры, но и буквы. Если буквы ГЦКС, оплачивать такие квитанции не нужно.